Дорожная карта занятости В студии у нас Дарменов Нурбол Аканович, ведущий специалист отдела занятости, управления, координации занятости и социальных программ Алматинской области. Здравствуйте! Здравствуйте! И первый мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие яркие, отчетливые преимущества у программы Дорожная карта занятости? Основной целью Дорожной карты занятости является, во-первых, обеспечение занятости и недопущение роста уровня безработицы. Во-вторых, создание дополнительных рабочих мест и обеспечение доходов населения. В-третьих, создание условий для развития инфраструктуры в населенных пунктах, то есть в отдаленных селах, аулах и так далее. Это и можно назвать преимуществом программы. А также реализация Дорожной карты занятости пришлось на время пандемии, что и сказалось на безработице. То есть освобожденные от работы, то есть безработные люди смогли участвовать на проектах Дорожной карты занятости. В основном проекты Дорожной карты занятости являются краткосрочными, то есть пару месяцев. Это очень удобно, так как многие остались без работы временно во время пандемии. Расскажите, пожалуйста, кто может участвовать в программе Дорожная карта занятости и есть ли какие-либо критерии? Да, критерии присутствуют, конечно же. Во-первых, люди пенсионного возраста не могут участвовать в проектах, а также лица, не достигшие 16 лет. То есть все остальные трудоспособные люди могут участвовать в проектах. А вот чтобы участвовать, что нужно делать? Расскажите об этом. Вы можете обратиться в Центре занятости населения, которые находятся в районах и городах нашей области. Их всего 20. Все они находятся и обслуживают население. И там специалисты могут подсказать, да, какие документы нужно оформить? Да, можно прийти только с удостоверением и вам оформят все услуги. А скажите, примерно сколько эта процедура занимает времени? Процедура не занимает большого времени, отчасти 5-10 минут. А вот в связи с введением программы много ли очередей в Центрах занятости населения? В целях недопущения очередности существуют такие сайты, как порталы электронного правительства. Можно через портал заявку подать. А также существует сайт imbeg.kiz. На нем также вы можете подать заявку на участие в проектах программы дорожной карты занятости. А вообще вот проводилась ли какая-нибудь массовая агитационная работа, чтобы люди были информированы, знали, где эти порталы, на какие порталы заходить, куда обращаться? Да, информационная работа проводилась, конечно же. В основном публиковались статьи в журналах, газетах, также в эфирах, телевидении проводились различные информационные мероприятия. А вот смотрите, кто желает методом оффлайн, как традиционным, не через интернет, а придя непосредственно в учреждение, подать заявку, как вы, соблюдались ли какие-либо нормы в Центрах занятости, санитарные нормы, я имею в виду? Да, конечно же, во всех Центрах занятости населения соблюдаются санитарные нормы, с дистанцией 1,5 метра, также минимальным касанием. То есть человек приходит, обслуживается и дальше, соответственно, получает услугу. Получается, все Центры занятости оснащены дисбарьерами, санитайзерами, разметками необходимыми. Нурбул Аканович, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то условия для работодателей, в частности, непосредственно подрядчиков, которые участвуют в программе «Дорожная карта занятости»? Да, имеются. В основном это по оплате труда. Зарплата работников установлена в двух минимальных зарплатах, то есть это 85 тысяч тенге, зарплата работников не должна быть меньше этой суммы. Сейчас, на данный момент у нас по области средняя зарплата 89 153 тенге. То есть в основном все критерии соблюдаются. Также имеются критерии обеспечения закупа продуктов отечественных производителей не менее 90%. То есть это… Под продуктами вы имеете в виду стройматериалы? Да, стройматериалы также в зависимости от проекта. Да, в основном это стройматериалы. Тем самым это дает нам поддержку отечественных производителей, товаропроизводителей. А есть ли кто следит непосредственно за работодателями, за подрядчиками, соблюдают ли они условия труда, платят ли вовремя зарплату и тот ли оклад они выплачивают? Да, конечно же. У нас есть мониторинговые группы при центрах занятости. Мониторинговые группы следят за всем проектом, за их обеспечением, исполнением. В основном на эти мониторинговые группы, в состав мониторинговых групп входят депутаты местных уровней, также представители общественных объединений. Вот по области у нас существует 20 мониторинговых групп. Они следят за реализацией проектов. В ходе мониторинга были ли выявлены какие-либо нарушения? В ходе мониторинга нарушения по проектам не выявлены. Все условия программы соблюдаются. В случае увольнения работника, то есть работодатель сообщает нам, управлению координацией занятости, о том, что такой-то рабочий был уволен или расторгнут договор в связи с окончанием проекта или с решением работника. Нас работодатель уведомляет, соответственно, мы все это выносим в базу. Это контролируется тем же мониторинговыми группами во всех районах и городах нашей области. Расскажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день проекта выполнено? Можете даже подробно рассказать, в каких сферах? На сегодняшний день завершены работы в 797 объектах. Это является 76%. В остальных 264 объектах работы продолжаются. А скажите, за счет этих проектов, сколько людей уже трудоустроено на данный момент у нас в области? На данный момент по Алматинской области трудоустроено 18753 безработных. Из них через центры занятости направлены 9372 человек, что является показателем 89% от общего плана. На данный момент работа по трудоустройству продолжается. Скажите, пожалуйста, а всего сколько проектов переносится на следующий год? На следующий год переносится 6 школ. Также у нас в следующем году планируется реализовать вместе со школами 22 проекта на общую сумму 32,7 миллиардов тенге с созданием 1605 временных рабочих мест, а также 1141 постоянных рабочих мест. Спасибо большое, Нурбол Аканович, за этот содержательный разговор. Вы ответили на наши интересующие вопросы. А всем нашим телезрителям я желаю продуктивных выходных. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова